И вот я прошлый саббат Леон говорил о празднике Пурим, так что у меня сегодня проповедь будет короткая, вот, на часа два-три, не больше, вот, так, я сучу. И говорил о празднике Пурим, он так интересно подвел, что этот праздник потерял свою сущность в каких-то вещах, вот, как было раньше. Ну, и сделав такой небольшой комментарий по книге Эстер, ну, хотел бы посмотреть еще с другой стороны немножко, как история, это может, чему она может научить нас, как эта история еврейского народа может какие-то уроки дать для нас сегодня, и для меня, конечно, вот, не буду пересказывать всю эту историю, как Аман хотел истребить народ, и для нас, для всех Аман – это про образ Сатана, да? Вы верите в это, что есть такая сила, которая влияет на нас и сегодня? И поэтому я на это смотрю, тот, который хочет истребить нас, который хочет сбить нас с колени, и это, и не давать нам спасать людей, и отводит нас, старается отвезти нас от Ешо, и даже настолько вредит, что некоторые поддаются и падают. Вот, ну, я бы хотел поговорить сегодня немножко, и моя тема сегодня называется «Радость побед, но война не закончилась» в таком плане. Война у нас еще идет так, что у каждого из нас, но, как Господь сказал, притерпевший до конца тот спасется. И я молю, чтобы мы все прошли эти испытания и дошли до конца. Вот, я хочу подсчитать один отрывок еще из Есфирь и Эстер, 4 главу, стих 13-14. И сказал Мордыхай в ответ Естер, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. И стоит вопрос, не для чего ты избран вообще. Не достиг ли ты сегодня того состояния, в котором ты должен быть, в котором ты должен воевать, сражаться за эту землю, за наш народ, за все народы. И, конечно, за дальних, за ближних. И я не сомневаюсь, что мы работаем, мы трудимся. Но, может быть, кто-то не в полную силу, а кто-то чрезмерно. И Господь хочет нам тоже в этом плане дать баланс, чтобы не переусердствовать, чтобы не сломаться. Иногда даже сатан толкает, чтобы сделать больше, чтобы сломать тебя. И надо чувствовать, как Бог двигается в нас. И Господь избрал нас, чтобы мы не только были постоянны в молитвах каких-то за народ, за человечество, но также Он хочет, чтобы мы стояли в проломе за эту землю. И это нормально. За Божий народ, которых сатан хочет, в принципе, истребить. Смотря сегодня на то, что происходит в Израиле, и мы видим всякие конфликты. И даже на днях были конфликты палестинцы с палестинцами. И, думаю, как эти слова совпадают. То, что Господь сказал, что последние времена будут таковыми. Народ на народ, царство на царство, брат на брата. Будут стихийные бедствия и землетрясения. И это начало конца. Мы серьезно не знаем, когда конец закончится, когда Ишуа придет. Но мы смотрим, что Мардыхай пишет, когда победа совершилась, как бы так, и Господь как бы поставил Мардыхая на должность премьер-министра, можно сказать. И Бог ему дает мудрости в том, как бы написать так, чтобы народ встал в защиту свою. И вот я хочу еще сферим прочитать. И сферим 8 глава, 9-10 стих. И как бы Мардыхай пишет тут от имени царя, во все областях, чтобы не только защищаться, но и истребить тех, кто против еврейского народа. Исферим 8, 9-10. И позваны были тогда царские песцы в третий месяц. То есть месяц Сиван, 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мардыхай к иудеям, и к сатрапам, и областеначальникам, и правителям областей, от Индии до Эфиопии, 127 областей в каждую область, письменами ее и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксекса, и скрепил царским перснем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских. Ну, драмадеры – это верблюды такие. Вот. И гонцы посланы, чтобы предупредить еврейский народ, подготовить их к войне. И Господь посылал во все времена пророков для того, чтобы предупреждать народ, что вот будут войны, когда будут нападать на них, из-за того, что они непослушны, из-за того, что они грешат. Но здесь мы, в этой истории, мы видим, что народ Израиля в какой-то степени ассимилировался, даже имена стали языческие. Но в то же время народ, как народ, остался, потому что Господь всегда сохранял народ. Не из-за того, что он был послушным, потому что он был верен слову, которое дал Аврааму, от праотцам нашим. И поэтому он уверен и сегодня, чтобы мы могли стоять за свой народ. Мы сегодня, как остаток Израиля. И как бы мы сегодня, как вот эти посланцы по всему миру, мы видим, что Слово Божье, оно вышло из Иерусалима и пошло на все концы земли. И сегодня мы также посланцы, как, может быть, можно сказать, даже Шелихим, как вот эти пиццу развозят, тоже написано, да, Шелех? Вот. И мы, как эти посланцы. Поэтому Господь через Шауля говорит во 2 Корифенов 5.20. Потому мы посланцы Мессии. То есть Бог взывает к людям. Я немножко взялся с перевода Штерна. То есть Бог взывает к людям через нас. Мы же взываем от имени Мессии. И примиритесь с Богом. То есть не только примиритесь, но станьте послушными. И, как Леон сегодня говорит, что мы должны научиться слышать, потому что Господь говорит, овцы мои слышат голос мой. И вопрос сегодня, чтобы мы слышали, как Он ведет нас. Вы знаете, я на днях молился, я уже кое-кому свидетельствовал об этом. И мне было трудно прорваться в молитве. Как будто вот такая тяжесть, сложность. И я минут 10-15-20, наверное, прорывался. И потом вдруг раз такое присутствие сильное пришло. И я не знаю, сколько времени, я только кричал Баруха Баба Шем Адунай. Баруха Баба Шем Адунай. Баруха Баба Шем Адунай. Я не знаю, сколько минут. Мне казалось, что я уже целую вечность говорил. Потом как бы такое. И я уже какой-то период времени беременный этим. Мне хочется на балконе прям взять вот так и большим мейтом делать плакат Баруха Баба Шем Адунай. И знаете почему? Я думаю, потому что я живу рядом с Ракевит. И когда люди с поезда выходят, а у меня балкон большой, 16 метров. Я думаю, вот если бы они будут видеть это, как бы будет какой-то толчок к тому, что вот что-то будет напоминать. Потому что Ишов что сказал? Говорит, пока не провозгласят Баруха Баба Шем Адунай. Я думаю, может быть, пора провозглашать. А кто начнет провозглашать? Мы, как воины мессии. Пусть как армия клик дает. Ну, может быть, вот так дипломатично пока, так, чтобы на балконах висело. Но потом смотришь, и другие будут заражаться. И, может быть, что-то может произойти. Может быть, это тоже какой-то вид Евангелия. И поэтому, как бы, и мы все хотим, чтобы скорее Ишов пришел. Правда? Но нужно какое-то приготовление для этого. Поэтому он говорит, приготовьте путь Господу прямым, и сделайте стезию. Вот как Леон постоянно, у него такой основной урок, куда бы он ни ездил, это тикун-уалам. Да, это изменение мира, да, исправление мира. Ну, вот. А у меня, куда бы я ни ездил, у меня вот такая тема, что все время «приготовьте путь Господу». Куда бы я ни ездил, я в основном проповедую. Бывает по-разному, в разных управлениях. И даже захватывайте темы немножко, которые говорят, и с тем тикун-уалам, потому что они в каком-то степени идут как бы параллельно в этом плане. И сегодня Господь поднимает новое поколение. Я сколько слышу об этих вещах, и, в принципе, уже, можно сказать, участвую в этом, что Господь поднимает новое поколение и пророков, и учителей, и именно новозаветных пророков, и из других народов. Говорится о том, что ревность придет к нам от язычников, от других народов. И, честно говоря, вот эта ревность, она сейчас меня цепляет. Почему где-то там, а почему не у нас? Но думаю, что то слово, которое Господь послал с Иерусалима, оно как бы делает это кругосветное путешествие и сегодня возвращается к нам. Да, нас кто-то там зацепил, чтобы подтолкнуть, так сказать, чтобы мы тоже как бы начали ходить в огне, чтобы самому пробудиться, помочь проснуться народу, пусть даже через это Баруха Баба Шемадунай, проснуться нам самим, и чтобы какое-то движение, пробуждение, что ли, пришло среди нас и среди нашего народа. И поэтому, и в то же время я смотрю, что как мы можем помочь друг другу избавляться от каких-то вещей. Я, допустим, после праздника Порим, даже поздравление кому-то писал, я почему-то, у меня такой был толчок поздравлять с праздником, и в то же время говорил о победах над разными оманами, которые есть вокруг нас в нашей жизни и мешают нам в движении победы. И как важно нам научиться вот этими все оружиями Божьими, которые Бог нам дал, и справляться. Много есть учений об этом, но все равно я хочу опять напомнить Эфесянам 6 главу, с 10 по 12. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом Его силы». Укрепляться – это если у нас нет с Ним взаимоотношений, у нас нет крепости. Мы будем все время в каких-то падениях находиться, а возможно даже вообще уйдем от Него. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша братья против не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироплавителей тьмы, века сего, против духов злобы поднебесной». То есть это война с различными оманами в нашей жизни. Это война. Мы находимся в этой войне. И война в нашей жизни с нашими гордынями, иногда с желаниями, увлечениями, добывать завистью, обидами, горечью, непрощением – это столько можно перечислить. И другими какими-то негативными чертами и в наших характерах, и среди окружающих давлений, прессовок, которые проходят в нашей жизни. И я когда читал, вот недавно читал Второй Коринфянам, и меня все время поражал Павел, как он проходил все, как он продолжал бороться, и как на аресталище, знаете, бежать вперед. И порой дыхание сбивается. И вот как на войне. Второе Коринфянам 12,7. «И чтобы я не превозносился с чрезвычайностью откровенней, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». То есть Шауль проходил какие-то испытания в своей жизни, боролся с чем-то в своем характере. Я думаю, мы все несовершенны, потому что Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Это правда. Но и мы все грешим. Но факт то, что у нас есть тот, который оправдал нас, очистил, осветил и продолжает работать с нами. Но Шауль продолжал как бы идти за Господом и старался исполнять его волю. Он как бы искал и чувствовал, куда идти. И понимал, вдруг раз дорога перекрестся, он понимал, значит, туда не надо идти, надо это делать, как говорить. И у кого-то жало в плоть, это может быть жена, может быть муж, может быть эти компьютеры, телефоны, игры какие-то. Иногда бывают дети. У кого-то жало в плоть, красивые женщины, они могут, может, не взглянуть, не оценить и даже не пофантазировать, как бы в таком плане. Где-то может быть и болезнь, и много других факторов в нашей жизни. Я думаю, но это борьба. Иногда Господь делает такие вещи, чтобы ты не возгордился, чтобы ты не думал, что ты самый лучший, самый крутой, богатый, у меня все есть, все такое. Но в то же время, чтобы ты мог был где-то смиряться. И сегодня, как бы, сегодня одно жало, победил, там, подбегает другой, вот как, знаете, как в фехтовании, как в сражении на бою. Ты, сражаясь, раз, одного убил, тот, другой подбежал. И получается, если я в характерах каких-то своих, там, и в какие-то ситуации Господь помог мне справиться, я победил. И эта победа радость приносит. Когда по Риму победили же вроде бы, радость была, праздник. У нас до сегодняшнего дня мы это празднуем каждый год. Но есть внутренняя радость того, что Господь дал нам в этих победах. И поэтому Господь, как бы, говорит, я всегда с тобой, я никогда тебя не оставлю. Воюй и верь, что ты победишь. Как воины. Он думает, что вот он может всех сразить, всех победить. И одного заколол, тот, другой подбежал, этого заколол, третий подбежал. И так происходит в нашей жизни до конца. Потому что Господь знает, кого к нам подводить, какую ситуацию, что нам раскрыть, от чего нам избавиться, где нам совершать эти победы. Я знаю, что мы все в какой-то войне. Это, знаете, как в трех мускетерах, один за всех и все за одного. Но для меня, вот как бы, один за всех, это как Ешо умер. За всех нас. За всех. И мы идем за ним. И вот первое, Коринфян, я хочу еще прочитать, 15 главу, 55 стих. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. 57 стих. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим, Ишуом и Сеем. 1 Иоанна 5, 4. Это ибо всякий, разденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. То есть, то, что мы верим в Ишу, это уже наша победа. Но Он все говорит, чтобы мы еще научились доверять. И в каких-то ситуациях, где ты не можешь справиться, и Господь помогает тебе, Он дает ближних, чтобы помочь, чтобы как-то прикрыть. Как я читал, что в некоторых войнах, где оставались несколько человек, они просто становились спиной друг к другу. И отражали врагов, насколько они могли. И поэтому сегодня мы должны понимать, вот мы сейчас затрагиваем такие вещи, как самоидентификация. И вот сегодня мы должны понять, кто я, кто мы. Как мессианская община в Израиле, как наша идентификация в теле Мессии, чтобы правильно жить и влиять на окружающих нас в мир, ходить в победе с Господом, в любви к людям и терпением. Эта тема мы еще будем поднимать, подробнее говорить об этом. Но я хочу сказать, что ты знай и не сомневайся. Знай и не сомневайся, что мы с тобой рождены от Бога. Мессия и не сомневайся. Мессия и не сомневайся. Мессия и мы победители. Что происходит у рожденных свыше от Бога? Видны их победы, видны их радости в жизни. Вот. Радость победы, радость любви. Хоть и война еще не закончилась, но мы видим, как этот человек ведет себя и как действует. И мы продолжаем двигаться за нашим Господом. А кто он у нас? Главнокомандующий, да? Который ведет нас, который направляет нас. И мы должны слушать его голос и нести вот как бы вот этот огонь веры, победы во всех фронтах нашей жизни. Я еще несколько стеклов прочитаю. И я думаю, что мы на этом закончим. 1 Коринфянам 57, опять 15, 57. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Ишово Мессия. Итак, братья, 58 стих. Мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, насколько вы можете, зная, что так, как вы едины с Господом, ваши усилия не напрасны. И еще 1 Петра 4, 7. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 1 Петра 5, 8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что протейник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Коринфянам 16, 13. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды. И нам нельзя ослабеваться. И как в Иисусе Навине есть такое место 1, 9, что я как раз сказал в адрес Итая. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь». Куда ты не пойдешь, везде Господь с тобой. Если на самом деле ты веришь, если на самом деле ты доверяешь и уповаешь на Нему. Как говорил об этом Павел, ой, царь Давид Псалмах. И я верю, что Господь нас приготовил победителем. Я не знаю, кто из нас рожден свыше, кто не рожден, но, по крайней мере, мы можем увидеть это в наших делах, потому что вера без дел мертва, когда вера. Будьте благословены, еще раз повелеваю вам, будьте тверды и мужественны, не страшитесь и не ужасайтесь, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Дорогой Небесный Отец, я молю тебя за всех нас. Мы находимся не в простое время, и пусть всякие страхи уйдут от нас, человеческие страхи. Пусть будет только страх Господень, чтобы мы, как твои воины, Ишо, Мессия, могли противостоять всяким козням, дьявольским, и всегда радоваться тем победам, которые ты уже нам дал в себе. Я верю, что мы будем справляться, и всегда будем выходить победителями. Даже если где-то там будут небольшие раны в душе, мы научимся прощать, мы научимся любить, мы научимся не раздражаться, и всякое такое, что есть в нас, будем, можем научиться тому, чтобы не реагировать на тех людей, которые нас пытаются укусить, обидеть, предать, и еще что-то, как это происходило с тобой, Господь. И я верю, что ты поможешь нам, Духом Святым, справляться и воевать на это, в это время, и со своим я, и с тем, что происходит вокруг, Отец, во имя Ишио. Я молю тебя и благодарю тебя, Господь, за то, что ты укрепляешь нас и поднимаешь нашу веру, даешь нам уверенность, что мы всегда будем победителями. Не дай нам упасть, дай нам прорываться вперед и быть хорошими рубаками во имя Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok